приветствую вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра и прекрасных растений в вашем саду здоровых и урожайных и сегодня я отвечу на два вопроса по грушам какие груши какие сорта мы выращиваем мы ответим на этот вопрос и еще есть один вопрос что же мы все-таки сделали добились ли мы того что мы с весны обрабатываем наше растение от галого клеща и вот вы уже видите первое растение ему второй год и это мы уже точно знаем это у нас сорт груша медовая колоновидная смотрите два года ей второй год вот эти такие груши красивые большие здесь у нас в этом году есть всего три две вот такие большие и вторая и еще есть третья небольшая ну вот на второй год можно оставлять три плода в первый год мы все цветочки убрали потому что на первый год нельзя давать урожай даже если бы очень хотелось бы увидеть какой сорт нужно дать возможность чтобы сформировалась корневая система и вот здесь у нас груша 1 это вот сорт медовый а вот здесь у нас три растения груши колоновидные им уже у нас восемь лет вот они сразу же хочу вам сказать и обратить на внимание вот как мы обрабатывали против галого клеща вот результат видите галлы не смогли развиваться дальше они погибли ну и в дальнейшем листики развивались нормально но на некоторых еще и о том что весь регион поражен вот этим вредителем поэтому нужно постоянно обрабатывать где-то мы не успели а где-то вы смотрите здесь уже молодые листики все очень даже хорошие но и вот урожай у них видите везде на всех веточках боковых мы что интересное мы на этих грушах обрезали боковые я думаю что все-таки не надо обрезать боковые вот на кончиках боковых и весь урожай у нас собирается вы смотрите что делается вот на боковых здесь тоже снова в следующем году будут груши их много этих груш на всем дереве мы уже собрали два ведра груш с этих трех деревьев прекрасный вырожай это уже практически они заканчиваются у нас и это у нас сентябрь то есть это груша сентябрьская это груша которая еще месяц лежит у нас и в октябре ну и затем мы и съедаем особенность этой груши что она практически зеленая всегда когда мы покупали нам сказали лишь какой-то номер но так и не удалось узнать и видите обрабатывали противорядители видимо было как раз яйцекладка и не смогло развиваться вот это вредное насекомое и наша груша целая чуть-чуть повредила какой-то номер и все вот это что мы знаем мы нам нравится что эта груша маслянистая ее разрезаешь я вам покажу разрезаешь и такая масса зеленоватая желтая желтая зеленоватая и эти груши очень очень вкусные груша долго здесь на дереве осталось и смотрю она даже пожелтела вот это груша но ведь и начала уже портиться рядышком веточка ветер у нас был сильный и потерлась груша и вот такая вот интересная она мы разрежем и покажем особенность ее внутри этой груши но вот еще хочу вам показать как эти груши у нас они везде прямо у земли эти веточки опускаются вот приходится подвязывать вот все время они на кончике если обрезать кончики то потом мало урожая будет нужно ждать урожая и вот второй год перестали обрезать и эти груши хорошо себя показывает урожайность очень хорошая вот с каждого дерева у нас будет два ведра вот этих прекрасных плодов замечательные вкусные такие посмотрите какая красота как бы вот показать какие они шикарные груши растут и мы взвесим еще покажем некоторые несколько экземпляров чтобы вы видели насколько они тяжелые вот они у нас и здесь и здесь но вот результат того что клещ поработал с тестями и цветочкой когда цвели то же самое цветочки были повреждены вот таким образом немножечко было повреждение и маленьких плодов но затем уже обработки были и естественно растение уже нормально дальше развивалась вот смотрите кончики здоровые без вредителей а вот здесь видно было где были вредители и где это развитие проходило и вот смотрите как красиво эти груши вот они прямо у земли здесь вот такой уголочек и хризантема и здесь же вот на кончиках растут эти груши прекрасные вкусные сладкие вот еще покажу немножечко на этих деревьях вот они такие огромные есть просто экземпляры и так далее до верха у нас там тоже все есть я просто листья там не собирала не убирала для того чтобы показать в общем очень хороший урожай мы довольны этими грушами которые под каким-то номером есть и под каким-то номером у нас они вот так вот растут три самая самая ранее это августовская тоже без названия посмотрите я ее вот эти веточки оттянула и привязали мы на проволоку и сейчас вот такое интересное у нас состояние этого растения что вот здесь постоянно у нас плоды сейчас я вам покажу как она цветет как она плодоносит вот наши груши и давайте взвесим вот 393 грамма но это не самый большой экземпляр еще есть и побольше были побольше я просто не взвесила и подай вот 3 снова же 391 грамм вот она такая вот желтая вот эти зеленые первую которую мы дождали что созрела она 290 грамм и мы сейчас вам покажем разрежем внутри что представляет собой вот эта вкусная мякоть вот мы сейчас ее разрежем посмотрите режется как по маслу вот если масло домашнее его положить в холодильник и потом вот так вот разрезать его получается такая маслянистая нежная сочная но вот как масло очень вкусная вот такая мякоть очень вкусная груша но вот мы впервые за все годы дождались что одна груша внутри желтая оказалась а так они в принципе у нас уходят еще зелеными сильный ветер и они сразу же отваливаются вот такие они оказываются желтые в интернете посмотрела там есть название с такими интересными буква г и какой-то номер какой здесь номер какая буква мы точно вам не скажем потому что мы не знаем что у нас за груши но мы знаем что они очень вкусные очень сладкие маслянистые такие тают во рту и они нам очень нравятся так мы о сортах вам рассказали большую часть мы не знаем единственный сорт мы знаем что у нас груша медовая маленькая прекрасная груша которая у нас живет в саду второй год ну а теперь отвечу на вопрос более подробно по вредителям головы клещ а также различные другие вредители плодожорка тля вот мы убираем вот такими препаратами это био инсектициды мы работаем тоже с 2014 года защищаем свои растения и сада и огорода добавляя тестолип объясняю как я делаю раствор хотя есть видео отдельные но в этом видео 25 миллилитров это жидкие препараты 25 миллилитров вот этого препарата который называется картопля плодовой скарада м и плодово-ягодный скарада м эти препараты в 10 литрах развожу заранее 5 литров одно ведерко 5 литров другое для того чтобы они подготовились где-то за час за два чтобы они проснулись и затем интенсивно работали но для того чтобы долго работал препарат использую вот этот еще один био препарат это био прелепатит тестолип который называется он обязательно у меня во всех растворах находится и поэтому эти препараты хорошо работают против заболеваний используют риходермин фито доктор у меня просто сейчас нет в этих упаковок пакетов не сохранила и вот прекрасно еще один препарат био гаупсин форте очень хорошие препараты ну вот его по инструкции вложу где-то 75 100 миллилитров на 10 литров воды и в летний период всегда в вечернее время для того чтобы хорошо сработали эти препараты опрыскиваем и еще одна очень важная вещь опрыскивание начинаем проводить при температуре плюс 14 и выше потому что если температура ниже препараты не работают и если сильно жарко ждем вечером чтобы было как можно позже где-то 25-23 градуса тоже обрабатываем вот этими растворами этих препаратов с этими препаратами и опрыскиваем наше растение полностью сверху донизу и стараемся вот биопрепаратами биофунгицидом это биоинсектициды а это биофунгициды мы работаем биофунгицидами под растениями по почве чтобы обезопасить чтобы из почвы при поливе поливе не поднимались вот эти споры грибковых заболеваний мы ответили на ваши вопросы что у нас произошло с галовым клещом мы стараемся обрабатывать раз в 10 дней раз сейчас прохладно вот еще одна будет обязательная обработка и по подкормкам у нас будет отдельное видео но заранее скажу что сейчас готовимся к обработке наших груш с помощью кремния и калия но более подробно о подкормках это отдельная тема потому что для того чтобы плоды созрели были сладкими вкусными нужна вот линеечка различных подкормок прощаемся с вами видео как всегда подготовили раиса горяченко и александр волик мы желаем вам добра здравия благодатной погоды и хороших урожаев в вашем саду пока пока александр волик александр волик и александр волик 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 александр волик